Детский лагерь «Муравей» работает уже более 20 лет. Посещают его воспитанники Дворца творчества юных. Многие сюда приходят уже не первое лето. Часть детей после окончания первой смены просится на вторую. У нас каждый год переполнен лагерь. У нас мы нормы превышаем, может быть, мы даже нарушаем какие-то нормы, но к нам очень идут много желающих, и даже вот сейчас звонят. Может, кто-то уже выбыл, и можно прийти на его место. У нас и 170 было человек, и 140, и 150, вот в этот раз 126 мы набрали. Находятся здесь ребята с 9 утра и до 5 вечера. Свободного времени у них практически не бывает. В перерывах между играми на свежем воздухе, экскурсиями и посещением кружков, конечно же, питание. Трехразовое. Завтрак, обед и полдник. Что больше всего нравится? Ну, мороженое иногда дают, всякое питье, каше, картошку, макароны с курицей. Не голодаешь? Нет. Посмотреть, насколько ребятам здесь комфортно и сытно, лично приехал глава администрации города. Андрею Шохину устроили экскурсию по лагерю и ознакомили с рационом питания школьников. Сколько вы времени даете, чтобы они подходят? Где-то минут 30-35-10. То есть так прямо по-военному в 5 минут не говорите, да? Нет, ну не успевают дети, успевают. Добавки даете? Кто просит, ради бога. На прошлой неделе ребята готовили выступление ко дню рождения Пушкина. На этой учили песню «Ко дню России». Параллельно выявляли лучшего художника. Скучать в этом лагере не приходится. Тихий час нужен или не нужен? Нужен. Потому что дети, когда гуляют, они устают, но надо им отдохнуть. Смена в «Муравье» длится 18 дней. В этом году их будет две. Главная задача, которую преследуют и педагоги, и городские власти – укрепление здоровья ребят и развитие их интеллектуальных способностей. Городской бюджет выделил на это средство 17 миллионов рублей. Областной бюджет выделил 11 миллионов рублей на этот год. На такие оздоровительные лагеря родительская плата у нас составляет 455 рублей. Это 20% от стоимости путевки. Для младших школьников лето – время отдохнуть, для старших – подзаработать. Помимо воспитателя в каждом отряде за детьми следят двое вожатых – ученики 10-11 классов. За месяц за свою работу они получат 5300 рублей.